Почти на 20% снизилась аварийность на дорогах Щелковского района за первое полугодие 2016 года. Такие данные на заседании комиссии по безопасности дорожного движения озвучили госавтоинспекторы. Так, на территории обслуживания Щелковского ГИБДД произошло 68 ДТП, в которых пострадали люди, немногим меньше в зоне работы 4-й роты ДПС. Тем не менее, работу по предупреждению аварий на дорогах необходимо усилить. «Основная часть происшествий, которые происходят на территории Щелковского района, это когда люди находятся в неадекватном состоянии, или в нетрезвом, или под, естественно, каким-то спайсом или наркотическими веществами. И оно потом приводит к большой трагедии. Я не раз говорил, и в том числе, когда был праздник ГИБДД, ужесточайте, ужесточайте пролепки, не стесняйтесь, останавливайтесь всех подряд». Основными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Причем последнее вызывает все большую обеспокоенность. Все чаще виновниками происшествий становятся сами пешеходы, не желающие соблюдать правила дорожного движения. «В районе установки МБО, разделения транспортных потоков, у нас погибло два пешехода, два пожилых человека, две женщины. Один на подъездной дороге и один в районе Плаза. Обидно, что люди пожилые, которые уже заслужили пенсионный возраст, кидаются под машины, как на образу». Кроме того, на комиссии обсудили ряд предложений, в том числе установку светофоров на особо загруженных и аварийных участках города Щелково. Дарья Снегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания Щелково.